Друзья, а это подводочка к кейсу Натальи Салтыковой из компании Комос Авто. Она рассказала про внедрение системы учета трафика и показала, насколько круто эта система, во-первых, улучшает качество учета трафика, лидов становится больше и это практически деньги под ногами. Я искренне рекомендую внедрять вам систему учета пешеходного трафика для того, чтобы с математической точностью понимать, сколько вы теряете на этом этапе. Ведь один посетитель может стоить нам десятки тысяч рублей. Спасибо. Коллеги, добрый день. Меня зовут Наталья Салтыкова. Я руководитель отдела маркетинга в группе компании Комос Авто и город Ижевс. Сегодня представлю свой кейс по повышению эффективности работы сотрудников группы компании Комос Авто с помощью системы Steady Control. Кратко о нашей компании. Мы 17 лет на рынке. У нас на сегодняшний день 4 автосалона. Представляем бренды Хион, Лада, Либен, Донфлэнг, Джили и автосалон с пробегом. В компании трудится около 200 сотых дней. В 2023 году нам было принято решение по улучшению корректной фиксации входящего трафика в отдел продаж и дальнейшее повышение эффективности работы с ним. В качестве экспериментальной площадки мы выбрали для себя автосалон Лабиус Пелодья и поставили для себя цель увеличения доходности без значительного увеличения маркетингового бюджета. В процессе подготовки решили для себя, поставили для себя следующие задачи. Провести аудит исполнения текущих бизнес-процессов в отделе продаж и Фундай, 3D и СТО. Провели аудит соблюдения стандартов клиентского сервиса от Автоваза, потому что это один из показателей получения бонуса дополнительного. Внедрение инструмента контроля за исполнением бизнес-процессов и стандартов автоваза со стороны сотрудников гибельского центра. И увеличение конверсии на каждом этапе воронки продаж. Данный слайд демонстрирует нам систему контроля за работой сотрудников посредством аудио бейджей, видеонаблюдения, интеграции с телефонией и CRM-системой. Что хочется отметить, что у каждого сотрудника, который участвовал в бизнес-процессах, была возможность получить доступ в личный кабинет, где он мог просматривать свои достижения. И если на то была необходимость, написать апелляцию по описанию той или иной ситуации. Управление предоставлялась возможность на регулярную основу получать отчеты по критериям, которым поставили на контроль и рекомендации со стороны команд сопровождения. Приведя первоначальный аудит по той ситуации, которая у нас сложилась, мы определили для себя несколько критериев в каждом блоке воронки продаж, на которые бы поставили особый знак контроля с целью дальнейшего повышения их показателей. Итак, общая проверка, это скорее даже дисциплинарный момент по ношению сотрудниками аудио бейджей, для того, чтобы в принципе проверка осуществилась. На этапе встречи клиент со стороны администратора, крайне важно, вы посчитали для себя, чтобы проверять, чтобы администратор заводил рабочий езд в сервис системе. И в случае, если клиент отпылаться от консультации, администратор должна была сообщить об этом менеджеру отдела продаж и попросить его подойти к клиенту через 2-3 минуты. На этапе общения с менеджером отдела продаж он обязательно должен был уточнить у клиента о наличии автомобиля в сдаче в трейд-ин, даже если у клиента нет автомобиля в собственности. Презентация этап. Важно было, чтобы менеджер использовал потребности клиента, выявленные ранее, в дальнейшем общении с клиентом. На этапе стол переговоров менеджер должен был уточнить, получил ли клиент консультацию к СО. Менеджер должен предложить забронировать автомобиль и заключить предварительный договор. Мы должны были убедиться, что клиент получил консультацию трейд-ин специалиста. На этапе оценки блока КСО специалист должен был уточнить у клиента сумму и срок кредитования, а также предложить клиенту подать заявку на кредит в день визита. При оценке блока трейд-ин сотрудник, если он был занят другим клиентом, должен был дать понять клиенту и менеджеру отдела продаж, что он их заметил. Менеджер уточнил, в какую стоимость клиент сам оценивает свой автомобиль и озвучить клиенту срок действия оценки автомобиля. Результатом использования системы SteadyControl стало повышение показателей по блокам встречи клиента, выявление потребностей, стол переговоров, услуги кредитно-страхового отдела и услуги трейд-ин. Данный слайд демонстрирует нам в сравнении показатели двух периодов. 2023 год это собственно старт нашего сотрудничества с системой SteadyControl, это те показатели, которые мы увидели после первичного аудита. и марта 2004 года выбрали этот месяц для того, чтобы составить данный кейс. Итак, что мы видим? Что стоимость льда стала меньше, стоимость состоявшейся продажи стала меньше, и все эти показатели на фоне политически неизменившегося бюджета на маркетинге. По итогу реализации данного проекта серой полосой показаны цифры предыдущего периода, и голова и полоса показывают показатели марта спустя год. Итак, рост корректного отражения трафика в серии с фактически пришедшим трафиком, увеличение кредитных сделок, увеличение оценок по трейд-ин и увеличение автомобилей, принятых в трейд-ин от количества оценок. По итогу своего выступления хотелось бы также отметить, что периодически мы откатываемся в своих достигнутых показателях назад, но благодаря этой системе контроля улучшение, корректировка по положительную сторону показателей происходит достаточно быстро. Также из положительного хочется отметить удобный интерфейс в работе с данной системой, прозрачность оценки работы сотрудников и быстроту ответов и рекомендаций со стороны техподдержки. Поэтому, если моя презентация была полезна, рекомендую всем попробовать и уйти, может быть, даже из какого-то, из поля ощущений, как мы себе представляем ситуацию, которая у нас вкладывается иногда, в пользу четких, конкретных, возрачных цифр. Всем желаю хорошего дня. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!